Рядом со мной главный герой матча в рамках юношеской футбольной лиги 1 между Спартаком и ФШМ Егор Сысоев. Егор, поздравляю с победой, с хитриком, но все-таки чем занималась ваша команда до 43 минуты? Знаете, первые минуты всегда тяжелые, тем более это первый матч, начало нового сезона, конечно, все бегут, все хотят выигрывать. Но я считаю, за счет своего характера, за счет силы воли мы смогли переломить ход игры после пропущенного мяча, потому что у нас совсем другие планы, не то что в прошлом сезоне мы не хотим занимать такие низкие места, у нас планы гораздо больше, гораздо выше места, мы поборемся за первое место, я уверен в этом. Но что было в первом тайме с вашей стороны? Мандраж, волнение? Ну, возможно, первые минуты где-то был мандраж, потому что, как я уже сказал, новый сезон, но потом собрались, с помощью команды забили два гола важных в первом тайме, и вы из-за этого выиграли. И что после этих голов в перерыве сказал вам тренер? Ну, тренер сказал нам не расслабляться, нужно еще забить, потому что 2-1 это довольно скользкий счет. Мы дожали соперника, забили третий, и у нас все получилось как надо. Намеренно во втором тайме инициативу ФШМ отдали, или все-таки эта команда вас заставила так играть? Я считаю, мы немного посели, потому что погода сегодня жаркая, душная. Третий гол все решил, снял исход. Какой из твоих трех голов самый красивый? Я думаю, второй, потому что он переломил ход встречи. Спасибо, я желаю удачи. Спасибо. Игрок ФШМ, Ю-19, Вадим Щербаков. По итогам встречи со Спартаком, Вадим, до 43-й минуты, все шло замечательно, вели в счете, могли забивать еще, и в целом диктовали свои условия. Что произошло? Немножко в конце тайма подсели, расслабились, перестали добегать в защите за игроками и пропустили два ненужных гола в раздевалку. Но при этом был еще целый второй тайм, вроде бы поддавили, владели мячом, а забить не получалось. Почему, как считаешь? Ну, не хватало последнего пасса и завершающих ударов поворотом. Били мало очень поворотом. А физически как ощущает себя команда? Все-таки в концовке уставали обоих таймов? Физически в концовке таймов уставали, но подготовка была, плюс погода сегодня очень жарко. Следующих туров будет, я думаю, лучше и лучше становится все. Вы считали дни до старта UFL-1 все-таки это новый турнир в этом возрасте для вас и уровень, сам понимаешь, здесь просто сумасшедший? Да, ждал. Ну, я четвертого года, поэтому у меня уже был в том году такой опыт, поэтому приятно участвовать еще в этом турнире. То есть ты с точки зрения возраста уже можешь там ребятам помладше пихать, подсказывать? Да, да. Спасибо, я желаю удачи. Главный тренер FSHM U19, Михаил Николаевич, все вроде бы складывалось по вашему сценарию, я не устаю это повторять после игры, но в один момент, как будто по щелчку пальцев, команда не стала в концовке первого тайма. Почему так вышло? Ну, здесь, в принципе, это все просто, играли хорошо, мне очень нравилось, первый тайм замечательно выполняли все, что нужно. Да, проблемы испытываем в линии обороны и, соответственно, она, так сказать, сделала те ошибки, которые привели к такому результату. То есть, получается, они не поджимают, не выходят и команда, которая прессингует, бегает, они бегают очень много, большое расстояние. Соответственно, устают, а группа обороны должна была в этом помочь, сделать компактности, и было бы намного легче. Вот, ну, будем над этим работать, я знал эту проблему, и плюс вы был один защитником, и в этом проблема есть. Второй тайм, занесете своей команде в актив? Ну, можно сказать, занесем, да, но мне что не нравится, это вот ошибки в обороне, таких ошибок на выпуске просто делать невозможно и нельзя. Вот, голы пропущены, ну, просто очень легкие, ну, так нельзя играть в обороне. Это, это сейчас большая проблема. В атаке более-менее линия хорошая, и полузащита линия хорошая перестраивается. Вот, ну, будем решать эту проблему. Мне лично очень понравился Бек Муханов, который вышел на замену. Справился ли он сегодня со своей задачей, потому что поначалу играл оттянутого полузащитника, да, а потом занял место центрального нападающего? Ну, скажем так, может быть, не все выполнено, но ему тяжело, потому что только недавно стали привлекать к первой команде, скажем так. Вот, поэтому только есть люди, которые только выливаются, и я надеюсь, что в ближайшее время они прибавят и будут намного лучше играть. Спасибо большое, я желаю удачи. Спасибо вам. Главный тренер «Спартака» Ю-19 Олег Кужлев, Олег Олегович уже, наверное, на 43-й минуте подумывали, каким жестким будет разговор с подопечными, и тут вдруг игра перевернулась. Ну, жестким разговором, понятно, что он был бы, да, в плане игры, то, что не понравилось, как начали, то ли это мандраж, то ли, будем разбираться, с чем связано. Вот, ну, уже думал о втором тайме, как менять схему, в голове были мысли, да, ну, ребята молодцы здесь, забили два мяча в конце первого тайма и изменили, скажем, ход игры. Вот, ну, собственно, в раздевалке поговорили, успокоили их, вот, были еще сделаны замены вынужденные, ребятам плоховато было, потому что очень жарко играть, вот, и вышли на второй тайм чуть-чуть играть по другой схеме и чуть-чуть изменили игру. Почему была сегодня коротковатая скамейка запасных? То есть, вроде выбор есть, а народу мало? Ну, у нас, скажем так, еще двое вышли, мы не планировали их выпускать, потому что есть травма, у них еще не до конца залечили, но в связи с тем, что очень жарко и нужны были замены, пришлось их выпустить. Во втором тайме вы все время кричали Шелудякову терпи, он физически не выдерживал? Ну, подсаживался, скажем так, физически, да, и было видно, что, ну, если бы были замены, наверное, поменяли бы его, вот, но замены, к сожалению, не было, поэтому пришлось терпеть его, поэтому просили. Спасибо, я желаю удачи. Спасибо.